Китайские микроблогеры утратили анонимность. Теперь они обязаны указывать своё настоящее имя. Этого требуют новые правила пользования интернетом, которые на днях ввели власти КНР. На сайте комментарий по-прежнему может публиковаться под вымышленным псевдонимом. Однако перед публикацией теперь необходимо предоставлять свою личную информацию администратору. Как было заявлено на государственном телеканале CCTV, новые правила могут предотвратить распространение информации о государственных тайнах и информации, наносящей вред национальной безопасности и интересам страны, разжигание этнической ненависти и дискриминации и организацию незаконных митингов, которые нарушают закон и порядок. Как и в других странах, в Китае многие протесты организуются через интернет. В апреле около 30 блогеров попытались провести митинг у здания суда в городе Фуджоу. Они протестовали против незаконного ареста трёх других блогеров. Этим блогерам предъявили ложные обвинения после того, как они пытались помочь неграмотной женщине, которая хотела добиться от властей справедливого расследования о смерти своей дочери. Однако и самим участникам митинга не удалось избежать ареста. Одна из них, известная в Китае интернет-активистка Ван Ли Хун, сейчас отбывает тюремный срок по обвинению в так называемом «создании волнений». В Китае 485 миллионов интернет-пользователей. Это больше, чем во всём остальном мире. В стране с жёсткой цензурой в интернете ведение анонимных микроблогов являлось одним из немногих относительно безопасных способов выражать своё мнение. Новые требования режима – это удар не только по китайским гражданам, но и по блок-платформам. После известия о новых правилах, стоимость акций Синавейба, китайского аналога Twitter, на Нью-Йоркской фондовой бирже упала до самой низкой отметки за 15 месяцев. Twitter и Facebook в Китае заблокированы уже несколько лет.